Первая неделя апреля для многих жителей нашего края выдалась на редкость напряженной. Регион оказался во власти паводка. Причем из 34 субъектов России, которые страдают сегодня из-за подтоплений талыми водами, самая сложная ситуация была и остается в Алтайском крае. В начале недели вода затопила полтысячи жилых домов, свыше тысячи приусадебных участков. Пострадали преимущественно степные районы края – Волчихинский, Немецкий национальный и Михайловский. Там не обошлось без эвакуации людей, домашних животных и скота, закрытия дорог. К концу недели ситуация в этих районах несколько улучшилась, но начался подъем воды в реках других территорий. И сегодня уже там есть угроза подтопления прибрежных населенных пунктов. А на фоне повышения температуры воздуха в эти выходные местами прогнозируют до плюс 20, весенний паводок, вероятно, будет лишь набирать обороты. В крае 4 апреля было принято решение о продлении режима ЧАЭС, который действует в регионе с 30 марта. Но вот о том, как развивался паводок в первую его неделю, почему наш регион так стремительно уходил под воду, а также о первых последствиях половодья и о помощи подтопленцам – подробно в специальном репортаже Марии Костылевой. Первые подтопления начались еще 26 марта. Но паводок так быстро нарастал, что признан самым мощным из 37 пострадавших регионов России. Если говорить о близлежащих к Барнаулу районах, которые пострадали от разлива Талых Вод, то это прежде всего Первомайский. На кадрах поселок Новый, улица Славная. Местные жители и предположить не могли, что этой весной им понадобятся резиновые сапоги в собственном доме. Пошел к машине. Да, в Алтайку за сапогами надо ехать. Что-то тут совсем... Так, вот из дома выходим. Так, вот машина стоит. Это тоже Первомайский район, село Санниково. Часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине, внушительно подтопила водой. Жителям Первомайского района, откровенно говоря, не до смеха. По словам людей, причина беды – это талые воды и разлившаяся река Лосиха. Люди начали массово писать в соцсетях о беде на острове, и наша съемочная группа выехала на место происшествия. Такая зима, видимо, была в этом году, что земля промерзла, воде деваться некуда, вся в речке пошла. А речке деваться было некуда, она пошла по лесочку и вот к нам. Местные жители отмечают, такие стихийные качели не на шутку напугали. Ольга живет примерно в середине поселка, говорит, их семье повезло чуть больше. Когда вода начала подступать к жилищу, вооружились лопатами и выкопали траншею. Лишь таким способом получилось хоть как-то оградить жилище от талх речных вод. Преддомовая территория похожа на месиво, но дом сух, и это уже большая победа в неравной борьбе с суровой стихией воды. Мы не затопли, благодаря своим каким-то небольшим мерам, которые смогли, вот вчера целые сутки мы с улицы просто не выходили. Ну и вот ленточка, если потом пройдете в тот участок, он затоплен был вообще полностью. На место подтопленной территории был направлен пожарно-спасательный отряд МЧС. Оперативники откачивали воду, задействовав тяжелую технику. Но есть и те, кто паводковую ситуацию воспринял с юмором. Например, глава села Солнечное, того же Первомайского района Алексей Дуров, проплыл несколько метров по затопленной улице. Однако власти района шутку не оценили и призвали главу не тратить время на купание в сточных водах. В этом году первая волна резкого подъема воды накрыла 16 муниципальных образований. То и дело, закрывались дороги в самых разных направлениях. Давай, вытаскивай, тут девки утром. Давай, давай, давай. А так отходи, отходи. Тихо, давай, выходи. Девки в власти. Но самой болевой точкой стал Михайловский район. Вот эта вся вода к нам в деревню идет. А это трасса у нас на фарпус. Вон она, вверх смотрится, бугортрассы. И вот они, мы стоим на другой стороне трассы. И все, водичка. Сотни подтопленных домов, эвакуация населения, животных, скота. Потонувшие на трассе автобусы. И есть даже жертвы среди населения. Так по неосторожности в траншею упал шестилетний ребенок. На неделю в Михайловском районе с рабочим визитом побывал губернатор региона. Дом затопило, дочь мне отправила сюда. Все, 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 не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь. Все, мы позанимаемся. Спасибо вам, здесь в Кольбе ухаживают, как за ним. Хорошо, все, да? Спасибо, хорошо, все хорошо. Одно из решений правительства края – компенсация пострадавшим от паводка. Тем, у кого подтопило приусадебные участки, должны выплатить по 10 тысяч рублей. У кого дома – по 30 тысяч. Но важно, чтобы территория, на которой произошло подтопление, относилась к зоне ЧС. 5 апреля в регионе начались первые выплаты. Первыми их начали перечислять жителям Михайловского, Благовещенского, Немецкого, Первомайского, Романовского и Волчихинского районов. Вот так вот у нас потоп. К концу недели ситуация в этих районах улучшилась. Вода постепенно выходит из домов и приусадебных участков. Но в то же время повышается уровень рек в других территориях. И сейчас специалисты не исключают, что начнется подтопление прибрежных населенных пунктов в предгорных районах. С учетом прогноза погоды, в ближайшие две недели установится практически летняя температура. Правительством края принято решение пока оставить режим ЧС в регионе. Работаем по всем нашим планам. Реагируем на ухудшение обстановки. Работают все звенья территориальной подсистемы РСЧС. В регионе уже начинают оценивать последствия от первой волны паводка. Нужно очистить источники питьевой воды, дезинфицировать жилье и хозпостройки. А также провести профилактику среди пострадавших жителей, чтобы избежать распространения кишечных и респираторных инфекций. В правительстве также сообщили, что специалисты Роспотребнадзора контролируют качество водоснабжения на подтопленных территориях и условиях в пунктах временного размещения. А между тем в регионе остаются подтопленными 46 населенных пункта, 107 жилых домов и 535 приусадебных участков. В пункте временного размещения находится 29 человек. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. Ситуация с паводком в нашем крае находится на контроле президента страны. На неделе Владимир Путин позвонил губернатору региона Виктору Томенко. Губернатор доложил, как в крае ликвидируют последствия паводка и сообщил, что на данный момент помощь федерального центра не нужна. Пока что на этом этапе нам помощь федерального центра не нужна. После того, как мы там все итоги подведем, определимся с необходимостью объемов работ по восстановлению, поддержке наиболее пострадавшей части жителей в некоторых населенных пунктах, тогда уже будем взаимодействовать с федеральным правительством. А в барнаульских супермаркетах, между тем, на неделе стала пропадать вода. Жители города скупают пятилитровые бутылки с такой скоростью, что магазины просто не успевают поставлять товар. Подробности в сюжете. А у вас в пятилитровых вообще нету бутылок, да? Уже разобрались. С утра уже? Да, лучше разобрали. Разобрали за полчаса и сегодня поставок больше не будет. Уже несколько дней в магазинах барнаула сложно найти воду в пятилитровых бутылках. Наша съемочная группа сегодня отправилась в четыре супермаркета в центре города. Вода есть, но только маленького объема. Если вы захотите набрать пять литров воды бутылками по 0,5, придется заплатить в среднем 300 рублей. Барнаульцы уже несколько дней жалуются на воду из-под крана, которая меняет свои оттенки. Что касается странного запаха, в реку вместе с талами водами с полей попадает гумус, земля, мусор, поясняют водоканали. Многих это смущает. Поэтому только в четвертом магазине мы нашли пятилитровые бутылки с водой. В остальных все разобрали. Я в трех магазинах сейчас бываю. Я вчера в пяти брал, нигде. Ранее мы были на водоканале. Там нашей съемочной группе пояснили, что сейчас объем специальных реагентов увеличен в разы. Но они в нормативе. В этом году сотрудники очистных сооружений зафиксировали первые изменения воды 17 марта. На сегодняшний день вода у нас выглядит ручная, вот так, подо льдом. Если зимой она абсолютно прозрачная, ее не отличишь от питьевой, то сейчас это вот такая вода. Три недели в году вода у потребителя может поменять свои свойства. Но она не стала от этого какой-то там плохой или непригодной для питья. Просто она стала другая. Она стала немного другого цвета, немного другого запаха. По словам специалистов, в Паводок проводится более тысячи исследований в сутки на разные показатели. Когда лед вскроется и речная вода прогреется до 5 градусов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам. Вскрытие реки ожидается 10-12 апреля. По всей видимости, до этого момента многие барнаульцы продолжат скупать воду или закрывать глаза на ту, что течет из-под крана. Ирина Корчагина, День с толком. К другим темам. На протяжении недели неоднократно в Барнауле поднимался вопрос пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте. В итоге цена была повышена до 35 рублей. Этот тариф утвердил Координационный совет по ценообразованию. Он счел его экономически обоснованным. Так кому же за проезд придется отдать 35 рублей, а у кого получится сэкономить, расскажем далее. Еще в начале года перевозчики обратились в администрацию города с просьбой поднять тариф при условии наличного расчета до 35 рублей на автотранспорте, до 44 на электро. По данным перевозчиков, за последнее время себестоимость пассажироперевозок существенно выросла. Расходы на дистопливо увеличились на 25-28%, на запчасти от 30 до 35. Но основная причина – невозможность поднять зарплату водителям и кондукторам. Люди уходят, водители в первую очередь, потому что на рынке труда есть гораздо больше, лучшие условия по заработной плате. Нам необходимо привлечь к себе людей, скажем так, восстановить престиж профессии водителя городского общественного транспорта. Только в Евробусе не хватает почти 50 водителей, а они обслуживают два популярных маршрута – 35-й и 53-й. В Комитете экономического развития обоснованность тарифов изучили. К тому же, крайний раз стоимость проезда повышали в начале 2023 года. В 2023 году мы тариф не поднимали. Значит, сегодня, если мы рассматриваем данный вопрос, то этот тариф у нас сохранится еще на год. Иными словами, рост тарифа не будет превышать рост инфляции. К тому же, 35 рублей – это стоимость наличного расчета и по банковским картам. Для многих горожан Барнауле предусмотрен льготный проезд. У нас три льготных категории – это школьники, студенты и пенсионеры. Значит, для них повышение за одну поездку составит 2 рубля. Если школьники из малообеспеченных семей платили 9 рублей из расчета за одну поездку, то будут платить 11. Остальные школьники с 12 до 14 повысят, у студентов с 14 до 16 за поездку и у пенсионеров с 16 до 18. Платить меньше могут и обычные граждане, те, кто пользуется электронными способами платежа. Тарифы по различным проездным сейчас на ваших экранах, и они значительно ниже 35 рублей за поездку. Для удобства пенсионеров, которые редко используют общественный транспорт, предусмотрели новый лимитированный проездной. За 20 поездок они заплатят 360 рублей. В срок до 15 апреля глава города должен подписать постановление о повышении проезда, но начнут действовать новые тарифы с 1 мая. Татьяна Голубева, День с толком. В Барнауле на неделе завершилось ежегодное весеннее обследование дорог. Комиссия оценила их состояние и составила список объектов, которые ждет текущий ремонт. Водители отмечают, что после зимы многие дороги пришли в полную негодность. Когда начнут заделывать ямы и куда обращаться, если нужно залатать определенный участок, знает Данил Кузнецов. Состояние дорог этой весной барнаульцев не то чтобы не радует, вводит в состояние шока. Конечно, дороги разрушаются после каждой зимы. Однако этой весной они, по словам водителей, буквально тают. Глубокие ямы есть не на каких-то определенных участках, а практически везде. Причина пробки на Фурманово отнюдь не узкая дорога. А отсутствие ее. Из-за ям автомобилисты стараются объезжать некоторые участки и из-за этого движение стопорится. Буквально сегодня вот разговаривали на работе товарищ вчера. Власихинская Гридасова два колеса пробил. Въехал в яму? Да, с правой стороны. Какой ущерб примерно? Ну, я думаю, тысяч, двенадцать. Есть под замену полностью колеса. Восстановление не подлежат. Дороги сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Тотальное разрушение асфальта вызывает у горожан сильное негодование. Люди просят ответственных как можно скорее решить проблему. Первый раз в жизни в Барнауле вижу такое. Этому есть логическое объяснение. В яме поменьше, объезжаешь яму побольше. Просишь прощения у подвески. Проехал сегодня по Фурманово от Власихинска до Павлика. Вот где убито напрочь. Думал, колеса там оставлю. Администрация, сделайте что-нибудь с городом. Он утопает в ямах. Состояние дорог уже оценила специальная городская комиссия. И было принято решение дополнительно выделить на текущий ремонт магистральных сетей 100 миллионов рублей. Увеличив финансирование чуть ли не в три раза. Пока к ремонту мы не приступили в рамках текущего ремонта. Мы его делаем с применением холодной асфальтобетонной смеси. Это на таких наиболее участках, где у нас дороги в ненормативном состоянии. Такие как улица Ядринцева, например. Улица Власихинская был ремонт. На проспекте Ленина, Партизанская. Ну и так далее. Основные такие участки. Наверное, самая большая яма в Барнауле располагается на улице Взлетной. Рядом с поликлиникой, она настолько огромная, что в нее можно просто провалиться чуть ли не по колено. То есть даже 30-сантиметровая линейка. Ну вот сколько здесь? То есть, ну больше 15 сантиметров явно. Ужас! 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 Невозможно! Это кошмар, ребята! Подтверждают даже местные жители. Заделывать ямы и ямищи начнут, когда на улице станет стабильное тепло. Тогда можно будет применять технологию горячего асфальта. Такая смесь прочнее, холодной. А пока некоторые опасные для водителей участки засыпают щебнем. К примеру, так на днях залатали улицу Ядринцева. 4 апреля должно пройти совещание межведомственной комиссии, где утвердят список улиц, с которым необходим текущий ремонт. Его ближе к середине месяца обнародуют на сайте города. Как уверяют ответственные, в список включат как основные магистрали города, так и спальные районы. Жители могут обращаться и оставлять заявки в части дорог, которые подлежат ремонту. Это через интернет-приемную, через госуслуги, на официальной странице комитета по дорожному хозяйству и транспорту. А также по телефону, либо 371-601, это телефон приемный, либо 371-610, это телефон на дело дорожного хозяйства. Кроме того, также можно оставить обращение в единую диспетчерскую службу в автодорстрою. Всем, кто пострадал от весенней дорожной распутицы, специалисты советуют фиксировать повреждения машины, вызвав сотрудников ГИБДД. Тогда вероятность получить компенсацию за ущерб возрастает. Отметим, по ГОСТу яма не должна быть больше 60 сантиметров в ширину, 15 в длину и 5 в глубину. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Темпы работ по строительству развязки на Зминогорском тракте необходимо ускорить. Об этом на днях заявил председатель правительства Алтайского края Александр Климен в ходе выездного совещания устроящегося объекта. Напомним, на строительство развязки выделено почти 3 миллиарда рублей, и увеличение сроков сдачи объекта в эксплуатацию, по словам Климина, недопустимо. Как только наступит благоприятная погода, отметил чиновник, темпы работ необходимо нарастить. Транспортная развязка на пересечении Зминогорского и Южного трактов является важным транспортным узлом, который должен обеспечить не только беспрепятственное сообщение Центра Барнаула с его промышленной зоной, но и значительно разгрузить высокий трафик большегрузов, которые едут в соседние регионы и государства. Больше 18 тысяч человек подписали электронную петицию, в которой фельдшеры Скорой помощи России просят президента страны повысить им специальные социальные выплаты. Сотрудники службы экстренной помощи возмущены тем, что не попали под масштабную индексацию доплат медикам малонаселенных пунктов, которые начнут выплачивать с апреля. Волна видеообращений прокатилась более чем по 20 регионам страны, в том числе и по Алтайскому краю. Как реагируют власти и что планируют предпринять некоторые местные фельдшеры, если ситуация не изменится в нашем сюжете? Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.24 года, данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников Скорой медицинской помощи. Фельдшеры десятка районов края в едином порыве просят восстановить социальную справедливость, записывая видеообращение к президенту. Волна идет по всей стране, ведь по какой-то причине эти медработники не попали в перечень должностей, которым с 1 марта положена проиндексированная выплата. Большинство медиков, работающих в небольших населенных пунктах, с начала весны, согласно постановлению правительства, будут выплачивать по 30 и 50 тысяч рублей ежемесячно. В соцфонде этот факт подтвердили. Между тем, социальное пособие фельдшеров осталось неизменным. 7 тысяч рублей. Нагрузка фельдшеров, по их словам, несравнима с работой тех же медсестер, которым при этом обещаны 30 тысяч рублей. Сотрудники скорой выезжают и в грязь, и в холод, порой по 17 раз в сутки. А средняя зарплата фельдшера, если он не работает на несколько ставок, едва доходит до 25 тысяч рублей. Отношения к скорой помощи вообще меня не устраивают. Такая вроде благородная профессия. Я когда училась, доктор на селе всеобщий, а сейчас получается мы никто. На обращение фельдшеров, в том числе алтайских, уже обратили внимание депутаты Госдумы. К примеру, Даниил Бесарабов считает, что просьбы медработников обоснованы. Конечно, это воспринимается как несправедливость по отношению к этой категории людей, которые выполняют очень важную работу на селе, спасая жизни. И если мы не обеспечим равные условия для работы этих людей и достойные условия, в том числе их оплаты, то у нас просто кадры уйдут работать из этого сегмента. Я тут же обратился к председателю Комитета Государственной Думы по здравоохранению, Бадмин Николаевич Башанкаеву, к своему товарищу, коллеге. Обсудив эту проблему, выработали механизм его решения, и уже в моем распоряжении есть депутатский запрос. В запросе, в том числе на имя главы правительства России Михаила Мишустина, недоразумение, а именно так случившееся называет Бесарабов, он просит скорее исправить. И надеется, что уже завтра на отчете председателя правительства вопрос, волнующий тысячи людей, по всей стране рассмотрят. А между тем фельдшеры страны продолжают ставить подписи под созданные еще 24 марта петиции. На сегодня проголосовали уже больше 18 тысяч человек. Как нам рассказали некоторые алтайские фельдшеры, если вопрос не решится, они будут искать новое место работы с более достойной оплатой. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком. На неделе в Барнауле люди массово сдавали кровь. Донорами стали сотрудники Краевого диагностического центра. Это первая подобная акция от консультативного учреждения, организованная совместно с Алтайским краевым центром крови. Инициатива проведения подобной акции пошла от сотрудников центра после событий в Крокус-Сити-Холле. Будний день в коридорах Краевого диагностического центра многолюдно. Особенно у кабинета по сбору крови. Пожертвовать ею решили порядка 100 работников учреждения. Это и сотрудники административного штаба, и врачи, и медсестры, и персонал хозблока. Изъявили желание по доброй воле. Руководство идею поддержало. За последние два года в нашей стране повысилась потребность в донорской крови. Поэтому по инициативе наших сотрудников и с поддержкой администрации диагностического центра была организована данная акция. Перед тем, как сдать кровь, сотрудников обследовали. Брали кровь из фальса, измеряли давление и оценивали необходимые показатели состояния. И если все в порядке, донора допускали к участию в благотворительной акции. Каждый сдал по 450 миллилитров крови. Всего процедура занимала 15 минут. Меня на это, можно сказать, вдохновил даже мой знакомый, который регулярно сдает кровь. Здесь, скажем так, предоставилась возможность сдать это в стенах своего родного учреждения, в котором работаю. Мне, в принципе, не жалко своей крови, тем более, если она кому-то может помочь. Всего было собрано порядка 40 печи литров крови, которую отправят в Краевой банк крови. Там она пройдет специальную многоэтапную обработку, а после кровь распределять среди нуждающихся. Таковых сегодня предостаточно. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Четвертый по счету поток курсов по подготовке медсестер для помощи бойцам в зоне СВО, а также для реабилитации раненых уже в тылу, 8 апреля стартует в Барнауле. А на этой неделе актуальной теме посвятили отдельный круглый стол. Кто идет на такие курсы, как там проходит обучение и как медики оценивают эту подготовку, расскажем в сюжете. В поток мобилизации попал мой сын и возникла идея, как быть рядом. Я не мужчина, я не военно обязан, женщине на территорию фронта попасть очень тяжело. Есть один вариант, это быть медиком. И таким образом возникла идея создать курсы. Идею реализовали благодаря помощи Барнаульского медколледжа. На первый поток подготовки еще в 22-м году записались 14 человек. Мамы, жены, бойцов, волонтеры. В 23-м на медсестер обучились еще порядка 30 женщин. В рамках 2-го и 3-го потоков. Теория без практики невозможна. Поэтому практиковались будущие медсестры в первой городской больнице скорой медпомощи, где находятся два тяжелых отделения травмы. И туда в том числе поступают бойцы с СВО. Ухаживать за такими пациентами без подготовки невозможно. Это очень сложно, потому что не каждое движение можно выполнить как простому человеку. Люди находятся с металлом, так скажем, пластины, гвоздики, все что угодно у них. Так кости их не собраны, что-то удалено, что-то скрепили. Соответственно, просто так перевернуть пациента, даже чтобы он через каждые 2 часа пациента переворачивать, потому что в пролежь не могут это сопутствующее. Обучение проходит непросто. Порой слезы душат, но женщины приходят замотивированными на помощь. Ведь там на фронте служат их мужья, отцы и сыновья. И помощь может понадобиться любому. В госпиталях Донецкой республики девчонки с Алтая тоже есть. Сергеич, так называют доктора буквально все, сейчас в отпуске. С начала мобилизации работает в медицинской роте мотострелкового полка. Рассказывают, сестрички нужны. Правда, задачи у них иные, не как Великую Отечественную. Медсестры после окончания четвертого потока курсов останутся в Барнауле. И здесь для них много работы. Наши мальчики приходят сюда на восстановление. И приходят они с разными видами травм. Сейчас они восстанавливаются во многих больницах здесь, в реабилитационных центрах. Поэтому хочу больше направленно сделать именно четвертого потока на то, чтобы помогать конкретно здесь, по месту нашим мальчишкам. Четвертый поток почти набран. Самые младшие 20, самые старшие 55. Среди будущих медсестер в этот раз, помимо жены, матерей, бойцов, волонтеры и даже монахини. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. И в завершении выпуска новости сферы туризма. На Алтай будут привлекать китайских туристов. В крае началась разработка национального туристического маршрута «Зеленый маршрут» Байкал-Алтай. Предполагается, что новое туристическое направление раскинется от Иркутской области до Алтайского края. И «Зеленый маршрут» в ближайшем будущем должен стать официальным товарным знаком, чтобы выйти на китайский туристический рынок. О новом туристическом направлении, его перспективах и возможных угрозах в интервью моей коллеге Ирине Корчагиной рассказал вице-президент Евразийского делового совета Сергей Соловьев. Давайте перейдем к первому вопросу. Как вы в целом оцениваете инициативу привлечения на Алтай туристов из Китая? В целом, как наиболее перспективное направление для развития всего Алтайского края. Туризм вообще с собой тянет абсолютно все отрасли. Промышленности, культурные направления и частный сектор. Конечно, это одно из наиболее интересных, я не знаю, основных направлений, которые нужно развивать в Алтайском крае. А что вы думаете о разработке нового национального туристического маршрута «Зеленый маршрут» Байкал-Алтай? Насколько такой турпродукт может быть жизнеспособен и экономически выгоден для Алтайского края? Сам по себе маршрут Байкал-Алтай, ну, мне кажется, это в большей степени одна из составляющих общей политики развития туристического бизнеса за Уралью, в первую очередь. И если объединить два направления, я имею в виду Байкал и Алтай, конечно, здесь получается эффект синергии. То есть, возможно, получение очень хорошего эффекта. Здесь фактор другой. Нельзя, чтобы одно давлело на другим. Байкал у него свои особенности. Что касается Алтая, очень не хотелось бы, чтобы это было младшим братиком данной концепции. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно разрабатывать подходы Алтая с тем, чтобы это было не просто равное партнерство, а в чем-то даже одно дополняло другое. Но еще есть такие опасения. Экология региона. Как ее сохранить при большом потоке туристов? Вот представим, вот эти вот толпы китайцев, да и не только китайцев, и других туристов тоже. Я бы не хотела просто здесь китайцев убежать. В Китае создана достаточно серьезная система, скажем так, социальных штрафов. То же самое. Идешь по улице, выбросил обертку от мороженого, будь добр, тебе в карму прилетит достаточно серьезная проблема. Более того, китайцы у них на уровне тысячелетий отношения к природе воспитываются с таким пиететом, что нами не снилось. Я не могу сказать, и сама по себе организованность китайских туристов, она внушает очень большое уважение. Они вон цепочкой идут за флагом, за гидом. Шаг право, шаг лево, расстрел. Смеюсь, конечно. Чтобы они начинали разбрасывать вокруг себя, я не знаю, там топтать газоны, это исключено от слова «вообще». В этом плане намного хуже это туристы из Европы. Почему? Потому что у них отношение по приезду в Россию как к стране третьего мира. Это действительно так. У себя, например, в Германии немец никогда не позволит того, что может позволить в России. Я про американца вообще молчу. И последний вопрос. Вернемся к реализации нового национального маршрута. На ваш взгляд, в какой срок может быть создана необходимая инфраструктура для него? И насколько в целом вырастет объем турпотока на Байкал и на Алтай? Начинается работа, начинается какого-то плана на туристический поток, развитие туристического потока. Естественно, начинается развитие региона, причем многоплановое. Начинается и с транспортной составляющей, и с общепита, и с музеев, и с каких-то особенностей по тем, не знаю, золотым уголкам Алтая. И дальше уже идет эффект снежного шарика по склону. Быстрее, быстрее, быстрее. То есть вообще, если есть программа развития, и она многоплановая, и она учитывает вот все эти факторы, то, как правило, первый эффект достигается в течение первых трех лет постепенно. Дальше идет только лишь увеличение. Все зависит от тех, кто занимается этим вопросом, и от связки власть и бизнес. Вот здесь вот самый главный момент. Момент того, чтобы в этом были заинтересованы местные бизнес-сообщества. Это местные бизнес-сообщества прекрасно понимали, что они хотят, каким образом двигаться. А власть всячески этому делу способствовала. В частности, это и бизнес-туры, это обмен специалистами в туристической области, это создание связи городов-побратимов, что очень хорошо играет, или регионов-побратимов, что очень хорошо играет именно для России. Условно говоря, Барнаул подписал соглашение с провинцией Сычуань китайской. Хайнань, не знаю, любой из провинций. И уже поток туристов, формирование туристических потоков, будет вестись оттуда, с Китая. Но для этого нужно приложить маленькие силы, хотя бы выпустить интересные буклеты, что-то найти особенное в Алтае. То есть нужно с местной, например, телевизионной компании заключить договор, сделать промо-ролик о особенностях в Алтае, перевести его на китайский язык, сделать презентацию, сделать делегацию в Китае, пригласить их, обменяться опытом, поучаствовать в двух-трех, не знаю, конференциях, выставках туристического бизнеса, чтобы было понимание. Нужен драйвер. Кто этим делом займется? А драйвером может выступить именно местное сообщество туристическое. А лучше, если это будет, не знаю, 3-4 компании, которые объединятся для того, чтобы увеличить свой заработок, причем кратно. И на этом у меня все новости. Такой запомнится эта неделя. А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok